В стабильном и поступательном развитии страны, где в приоритете безопасности жизни каждого, конечно, многое зависит от самих людей и от их отношения к делу. А для этого важно создать комфортные условия для жизни и для работы. Что для этого необходимо сделать, обсуждают в эти дни в Беларуси. Диалог идет на специальных площадках, а все предложения будут направлены в Оргкомитет Всебелорусского Народного Собрания. Впрочем, к конструктивным идеям власть открыта и на местах. Личные приемы граждан и прямые телефонные линии, в том числе, помогают вскрыть наболевшие проблемы. И главное их устранить. И вот конкретные примеры, когда диалог с людьми приносит свои плоды. В Полейском регионе только за последнее время ввели в строй несколько станций обезжелезивания. Ведутся работы по созданию безбарьерной городской среды, а также возводятся новые спортобъекты и игровые зоны для самых маленьких жителей. Посмотри, вот отметки сними, мне кажется, что еще необходимо чуть-чуть снять грунта. Универсальное поле для командных игр, детский городок, площадка для воркаута и тренажерная зона из 11 снарядов. В Гумеле создают новую мультиспортивную площадку. Ворота с баскетбольными щитами, волейбольные стойки. И будет зона отдыха для мамочек, для папочек, для дедушек, бабушек, скамеечки, беседочки. Все конструкции уже закуплены, изготавливаются. После поставки, после окончания земных работ и поставки этих конструкций, начинаем монтаж. Сейчас идут земельные работы. Следующий этап – укладка резиновой плитки. Специальное покрытие убережет любителей спорта от нежелательных травм. К слову, первых посетителей площадка примет уже в конце этого года. Купшная вода. Что не скажете? Вода очень хорошая. Хорошая вода. Чистенькая, без запаха. Такая, как надо. А в Калинковичском районе большая стройка завершилась запуском сразу двух станций безжелезивания. Чистая вода пришла в агрегородки Домановичи и Капличи. Водопроводная вода соответствует всем нормам качества. Теперь в районе 14 таких объектов. Принято решение строительства в этом году еще двух станций безжелезивания. Проектная документация имеется, потому что это объекты 21-го года. Значит, мы их построим еще в этом году. Работа у настоящего продолжается. Объекты проектируются и на 21-й год. Будем работать в этом направлении. Еще один шаг навстречу людям создание безбарьерной городской среды. Особенно в социальных учреждениях. Так, здание филиала центральной поликлиники Гомеля построили еще в 84-м. Причем с огромным крутым крыльцом. Пандуса здесь не хватало давно. И вот, наконец, благодаря усилиям общественниковой спонсорской помощи, архитектурное строение дополнил социальный объект. Пандус выглядит весьма громоздко, но лишь потому, что соответствует всем требованиям. Приемлемая ширина, горизонтальные промежуточные площадки, отбойные бортики и двусторонние перила. А вдобавок реберистое покрытие, чтобы зимой подъем был безопасным. К слову, среди пациентов в поликлинике инвалиды, колясочники и пенсионеры с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Очень комфортно людям и в инвалидных колясках, и мамам с колясками с детскими, пожилым людям. Проблемами безбарьерной среды и начали заниматься где-то после 1992 года. Качество работы, должен сказать, что в этом вопросе улучшается. Небольшие усилия и немного фантазии добавили функциональности еще одной городской зоне. Старый фонтан в Гомельском парке фестивальный переоборудовали под детскую площадку. Чашу конструкции превратили в большую песочницу с игровым комплексом. Поехали! Реанимировать старый фонтан было, увы, невозможно. Речной песок привезли местные стройпредприятия, а игровое оборудование стало общей покупкой местных жителей. Горки и качели приобрели за средства от субботника. К проекту также подключились и частные предприниматели. Привезли пиломатериал для новых скамеек. Деткам нравится, вот видите, дочка качается, лазает, горки и так далее. Нравится то, что появился второй комплекс для детей помладше, потому что у нас их два, второй там возле кафешки. Замечательная штука. Очень хорошее место. Давно уже надо было что-то придумать с этим фонтаном, потому что действительно, если его нельзя было отреконструировать, то вполне прекрасное решение. В целом правильно для развития, для молодых семей что-то делается в нашей стране. Для удобства и безопасности подъема детей на площадку сделаны деревянные мостики, а еще совсем скоро площадку оборудуют декоративной иллюминацией, которая будет напоминать звездное небо. Анна Ковалева, Александр Мурашкин, агентство теленовостей.